Инксистем вот такой вот принтер МФУ с S&PG WorkPro VR37012. Ну что распаковываем, пытаемся запустить, все настроить. Так, 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 так. Само DZM-TG они прикрепили вот в такой коробке отдельной. Кстати фирма оригинала ММФУ. Они же там инксистем и все остальное. Такой вот набор монтажный для того чтобы запустить DZM-TG. Чего-то там и шприц. Будем разбираться, смотреть. Так, и вот такие чернила. Оригиналом нет. Четыре штуки. Ну по цветам. С ключами, собственно, чернила. Здесь внутри инструкция. Так, гарантийный талон. Вот он. Анатолий не его выписал. Несмотря на то, что вы там на сайте можете оплатить. У них все равно работает сеть дирекция по регионам. Вот я, допустим, в Крыму, но купил мне здесь его и привезли из Крыма. И получилась даже бесплатная доставка. Обошелся мне этот аппарат в 14 тысяч рублей. Так, здесь инструкция по установке. Сейчас будем по ней все делать. Пакет. Ну, вообще в нем лежал принтер. Но, когда я его покупал, мы его уже проверяли. Мы его на работу доставили. Мы там проверяли на работе. Все ребята предложили поставить DZM-TG и настроить. Ну, так как я находился на работе, потом как бы я его привез, я отказался. А вообще, ну, можно, значит, руководство пользователя, драйвера. Вообще, конечно, можно согласиться на такое предложение. Все проблемы дорого. И вам все сделают. Так, руководство по эксплуатации печатающего устройства и сетевой кабель. Кстати, шнур с ними вроде бы как не метет, вот этот USB. Но, если честно, я вообще не понимаю, на чему нужен здесь вот Wi-Fi. Шнур мы втыкаем вот сюда. Я его уже там протянул, и сюда втыкается шнур. Так, теперь нужно будет снять вот эти все защитный скотч и так далее. Освободить принтер. Снимаем. А, сюда загружается вниз бумага, а вот здесь она выезжает. Ну, вот сюда выходит. Ну, что, нормально, удобно. Так, ну и последний, это вот этот, который держит каретку. Аккуратненько вынимаем. Вот такую вот штуку. Так, народ, двигаемся дальше по инструкции. Нам надо поставить справа от ПСУ этот блок СНПЧ. Теперь нам предлагается включить его, выбрать чего-то там. Народ, но делать это надо с поднятой крышкой. Здесь, что он нам пишет. Так. Setup now, дата и время, он пишет. Yes. Пусть у нас будет день, месяц, год. Ну, вот так. 4.07.20. Вот. Время 24 часа, я люблю. 11.49. Вообще странные какие-то вот эти настройки, потому что неужели он через интернет сам не может. Так вот, каретка начала двигаться влево. Как только дойдет до середины, нам надо выключить его из питания. Есть, включили питание. Итак, поймали здесь каретку. Значит, дальше мы ее рукой возвращаем вот это положение. Вот сюда вот. И от сети он у нас отключен. Но прежде чем вставить без испанчете вот это, его надо заправить. Для этого, ну, вот я приготовил тут листик, чтобы вдруг ничего не испачкать. Так, друзья, вот здесь вот чуть-чуть я как бы, ну, это старый, от старого принтера, вот он у меня стоит Canon. Собственно, это и была причина покупки мною Epson и замены. Ну, собственно, там этот Canon умер уже. МП там какой-то, 180-е, мол. Ну, причем он работает. А картридж, картридж умерли, ну, принято решение купить вот это. Так, значит, нам нужно поставить его в какой-то тут режим заправки. Значит, вот он. Режим заправки. Открываем и начинаем играть. Станция с бубном. Значит, они тут с ключами, поэтому каждый цвет будет должен соответствовать. И, кстати, они еще и в таких вот этих запаковках. по идее, значит, вот это у нас цвет желтый. Открываем бутылку, она вот так откручивается. Здесь мы видим такую каплю уже. То есть, нифига, они там рассказывают все. И здесь, типа, у нас какой-то ключ, который должен, ну, и что, и она полилась. Ну, короче говоря, народ, оно туда, оно капает, все это условно. Здесь не только что накапано две капли. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Дальше вот эти силиконовые вернушки нужно достать и вставить их вот сюда. Разворачиваем и вставляем вот сюда. Достаем. Народ, смотрю параллельную инструкцию, делаю только инструкцию и вставляю вот сюда. Достали, поставили сюда. Я уже направил. Достали, поставили сюда. Это вопрос о том, что у вас будут руки чистые. Ну все равно, ну нет, ну не получится. Наверное, никогда не будут руки у нас чистые. Так, теперь закрываем крышку и поднимаем СНПЧ и ставим вот в таком вот положении. Так, теперь вот к этой вот штуке обращаюсь. Вот такой шприц, вот это что отмыл народ этим шприцем. Я десять лет заправлял вот этот принтер к нам. Дальше нам уговорят, вы должны извлечь вот эти загнушки. Прикоряю сделать это отверточкой. Берем отверточку. Достаем загнушку. Силиконовую. Силиконовая загнушка. И плотно вставляем на ее место шприц. Вставляется, вставляется. Как раз для шприца и начинаем вытягивать. И вот он пошел, видите, черный. Оп. Все. Значит, теперь мы берем опять силиконовую загнушку и вставляем. Пока я одену перчатку, потому что сейчас что-то произойдет. Перчатка из Ашана такая. Ну, ничего. Спасибо хоть за такую. Ну, вообще жесть. То есть она просто как бы, ребят, оригинала нет. Обратите внимание. Но это жесть. Я ее даже одеть не могу. Руки сухие. Ну, как вот в этом работать? Вы думаете, с перчаткой она, ну, она реально никак вообще. Так. Теперь вынимаем гадридж. Вот так вот я его взгляну. Так. И вставляем силиконовую загнушку обратно. Опача. У меня начал отходить. Вы видели? Так. Не-не-не. Так не пойдет. Так не пойдет. Нет. 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 Поехали со всем. Снова со всем. И что-то он все равно отходит. А чего? короче, вот здесь вот оно уходит так, значит, что я предлагаю сейчас еще раз подсосну его так ой, видите, как пошло оно с воздушной какой-то пробкой пошло так, назад, назад, назад оп, и есть пошло назад теперь берем эту и немножечко вставляем оп, есть, не успел не успел вроде бы как не успел у меня все равно оттягивает там какой-то вакуум создается почему-то почему вот здесь вакуум какой-то, друзья ладно, сейчас будем пробовать другие что мы делаем-то у нас вот это все должно быть ровно вот как-то вот так вот так это все будет истить и вот так да? нет вот так вот так и вот так вот теперь вставляем это дело вот сюда и крепится и крепится довольно прилично туда надо надавить народу чтобы это дело не фиксировалось так теперь где-то была вот эта штука вот она не получилось вот так вот теперь получилось так, куда-то мы ее прийти сейчас рули тут у нас вот такая вот нефторонняя скотчеобразная барда которую мы отклеиваем и приблизительно на центр ну вот как-то вот наверное вот сюда приклеиваем вот так вот приклеиваем мы составили сюда шлейф в крайнее левое положение перемещаем ее и подтягиваем вот сюда вот шлейф вот так ну вот все похода вот так вот так мы будем сбегать ну и где-то мы его вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь дополнительный держатель шлейфа так вот так кажется чтобы она на тихо не гуляла давайте попробуем поставим если что потом уберем вот так же всегда вот устройство должно стоять не выше и не ниже это вот короче на уровне принтера ну хорошо стоит и теперь мы включаем его в сеть вот он начал инициализацию как вот это там свое начал там ездить смотрите что происходит что-то происходит но шлейфа у меня не полный давайте вот нажмем что это тут такое допустим окей так что тут делать то дальше надо как-то отключить обновление да сеттинг что-то тут вот finrm update и notification мы ставим off все так теперь включаем вай-фай на нем так только не вай-фай директ а вай-фай извиняюсь это что-то как-то вот свечивает экран такой мне видно хорошо а вам отлично очень не очень может нет непонятно change вай-фай сеттап есть контакт пускай этот сюда 43 93 43 93 ok start сеттап connection не connection ну все закрываем закрываем так народ ну вот он подключился давайте теперь мы попробуем что сделать мы попробуем что-то отсканировать давайте откопируем вот эту прям инструкцию вот она вставим очки берег копи color копи говорим что происходит что-то происходит а ничего не происходит он у нас пустой вышел а он у нас вышел пустой а почему надо разобраться почему открываем крышку снова друзья игрался с ним игрался настраивал туда-сюда настройки в общем все не работало пока я не поставил эти драйвера на компьютер поставил значит ну windows 10 позволяет и так печатать но пришлось поехать купить бумагу фото чтобы опробовать все это дело значит вот берем бумагу а4 сейчас покажу уже напечатал она что-то у меня двухсторонняя вот такая вот маленькая 10 на 15 вот сейчас вот напечатаю покажу что там на принтере надо нажимать одно берем идем сюда вот смотрите уже напечатал на двухсторонней вот так вот получилось и вот так вот ну неплохо он очень неплохо печатает так значит кладем этой штукой глянцем вниз сюда ее подводим подводим здесь ставим вот 10 на 15 вот так ну и эту ставим вот так вот так засовываем назад теперь идем там ничего не надо нажимать теперь идем обратно в компьютер значит настройки такие бумагу я хз какую взял где-то там ставим здесь 10 на 16 10-16 15-24 ну или можно поставить вот такой а6 попробую попробую кстати так качество вывода я ставлю высокий вот того режима вот это ультра ультрашмультра ставлю papergloss дальше ok нажимаю ok так значит здесь вот так вот все поля страниц обычные на всю фото значит обрезать обрезать ну давайте попробуем вот такие параметры значит нажимаем печать все и поехали на самом принтер что тут происходит вот так вот он он говорит что что-то там с бумагой когда меняешь настройки он говорит что с бумагой и нажимаем install вот смотрите ну так так хорошо реально хорошо а на маленькой бумаге но она хуже качеством ну и качество хуже получается печати какое получается качество на этой бумаге но никакое честно сказать ну и давайте вот распечаталась еще одна забыл ну не то что забыл не тот не ту бумагу поставил и с полями напечатан не тот формат поставил получилось полями да ну намного хуже хотя настройки все те же да это не такая уж и хорошая бумага вот эта мелкая а вот эта хорошая то есть принтер на самом деле хороший но с ним первый раз лучше конечно заплатить 500 рублей пусть вам его настроят чем вы потратите здесь 3 часа и будут глаза у вас по 5 копеек как у меня вы будете думать что вы головку спалили или еще что-то кстати вот по чернилам что у нас тут получилось вот я попечатал там чуть-чуть да ну ничего особого чуть-чуть они ушли там совсем чуть-чуть буквально так народ все всем спасибо вот такой видеоролик значит заказывать товар можно но настройку товара уберите либо будете дрочить судьбу как я вот сегодня всем спасибо всем пока а и ссылка кстати на принтер будет в описании можете проходить и заказывать по этой ссылке себе такой же принтер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok